Safe at last — это место, куда человек может быть отправлен в определенных ситуациях, как правило, когда ему угрожает огромная опасность, хотя страх и другие эмоции также могут вызвать телепортацию. Телепортация не всегда происходит мгновенно для этого может потребоваться выполнить неопределенную задачу. В других случаях телепортация на уровень происходит мгновенно. Все остальные предлагаемые варианты входа в игру в настоящее время считаются неподтвержденными. Тем не менее, такое явление встречается астрономически редко, и мало кто из странников был свидетелем Safe at last. Неизвестно, существует ли этот уровень на самом деле, и неизвестно, кто или что отвечает за телепортацию. Часто выдвигается гипотеза о существовании некой могущественной сущности, контролирующей Safe at last и доставляющей странников на уровень. Однако подтвержденных наблюдений других форм жизни в Safe at last не было. Хотя многие утверждают, что видели вдалеке зловещие силуэты, но это объясняется галлюцинациями, вызванными отсутствием жизни на уровне. Если предполагаемая сущность и существует, то ее намерения неизвестны, и неизвестно, действительно ли Safe at last безопасен. Физически Safe at last напоминает сумеречный пригород, слегка погруженный в непонятную субстанцию, похожую на снег, которая небезопасна для употребления. Хотя Safe at last не подвержен влиянию снежной погоды, высота снежного покрова похожа медленно, но неуклонно растет неизвестными способами предполагается, что в конце концов снег полностью окутает район. Уровень снега охватывает множество домов, дорог, фонарных столбов и так далее. В отличие от других локаций за кулисье, Safe at last имеет небольшую протяженность всего 600 километров. При этом протяженность района, по-видимому, периодически меняется, так как странники наблюдали, как он то уменьшается, то увеличивается на глазах. Окружение Safe at last разнообразно и дезориентирует. Архитектура домов, в которых проживают люди, может показаться несоответствующей друг другу из-за различных стилей строительства. Внутри дома имеют схожую планировку и бытовую технику, а также неаппетитные, разлагающиеся продукты питания. Дороги, не очищенные от снега, выглядят ветхими и булыжными, а не многочисленные автомобили, расставленные по улицам, имеют искаженную форму и разбиты. На каждом доме стоит платиновый адрес 789, значение которого неизвестно. Сообщалось, что после длительного контакта с адресами странники испытывали галлюцинации и другие аномальные явления, однако крупные группировки за кулисье отрицают возможность проведения каких-либо расследований. Где-то под районом находится метро. Широко распространено предположение, что станции метро может служить выходом с уровня, хотя как именно пока не ясно. Последовательные способы доступа в метро пока не найдены, а те, что есть, в лучшем случае непредсказуемы. Часто поблизости появляются и исчезают голографические метрополитены. Появление и отправление происходит с абсолютно постоянными интервалами, как в заце и кленном видеоролике. Тем не менее, в редких случаях материализуется осязаемое метро, двери которого открываются. Если войти в них, то метро начнет интенсивно трястись. Что произойдет дальше, неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok